В этом году не на Сминском муниципалитете зима не была суровой. Весна рано наступила и уже работа по посеву зерновых заканчивается и начинается посев картофеля. Каждый сеет как может. Кто-то сеет на больших тракторах, а кто-то вручную. Люди торопятся, чтобы до наступления дождей успеть вовремя посеять. Мы с вами в общении с вами. Мы в общении с ним не можем. Мы с вами в общении с ним не можем. Мы с вами в общении с ним не можем. Фермеры из Нинацминды говорят, что уже нет смысла вкладывать столько сил и финансов в дело, которое себя не то что окупает, но и убыточно. Многие в этом году не хотят больше сажать картофель. Жители разочарованы из-за того, что не было покупателей. Всегда выгодно, когда окончательный итог оправдает. Окончательный итог, когда человек может реализовать свои картофель, допустим. Смотрите, что получается. Вот я сажаю картофель, я не уверен, что буду поливать. Это картофель. Если не будет здесь поливать хотя бы один-два раза, как в прошлый год, допустим, будет засуха, считай, что этот труд потеряется. Все, как выгодно, посчитайте 2 лари, 200 лари, будешь пахать с гектаром. 200 лари посадить, культивация, еще азот, удобрение, да, и не можешь поливать, нет, ай, да, 30 копеек не можешь продавать картофель. Было случаи у нас, что-то на картофель выбрасывали, не могли реализовать, потому что у нас не было хранилища, сразу заморские ударили, куда девать картофель. Где-то выборили, что-то начинается, привозят министров, привозят это, за лари продам, за 2 лари поможем это продам, где, кто кому помогал, никто. И на суду воли Бога оставляют людей. По словам жителей, для проведения всех выдов сельскохозяйственных работ на 1 гектар необходимо как минимум 1500 лари. Субтитры создавал DimaTorzok